Продолжение следует... 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 Аминь... Продолжение следует... 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 А звонит, знаете, кто? Валентина Дубунова. Ну и все. Всем поклон низкий передала, молится. Где Маринка? Марина, передавай привет маме. Татьяна Новиковой. Они планируют приехать с папой на зиму. Так что помолите, что ли. Татьяне Новиковой тоже долго мы с ней разговаривали. Там у ней, конечно, стройка такая, крыша провалилась. И пол у ней гнил провалился. В общем, у нее такие неприятности. Тем более надо идти в храм. Она собиралась прийти, собиралась. Не получилось, наверное. Николай с Надей, они позвонили. Ну они здоровые, вроде не болеют, но пошли там у себя в храм. Ну хорошо, что позвонили. Тоня тоже там в храм пошла. Тоже в другой храм. Там уже на южном. На южном. Поближе они пошли. Так, ну еще вот это. Позвонила вчера Валентина из Казахстана. Всем очень поклон низкий передает. Вот я, говорит, смотрю все ваши ролики, смотрю собрания, говорят ваши. Так хочется мне, чтобы у нас тоже так же было. И очень просила помолиться. Они собираются, вот собирались раньше, особенно почаще, так. У дьякона Алексея. Вот. И как-то, ну хорошо, занятия у них проходили все. А сейчас он как бы то ли охладел маленько, то ли как-то это, ну вот что-то сбилось маленько. Просила очень помолиться. И отца Максима, священника тоже. Ну как бы службы хорошие, говорит, все. Но вот занятия. Ей хочется, вот она посмотрела, как у нас все. Ей так хочется, чтобы там все так же было. Ну как-то, говорит, не совсем у нас не получается так. Ну вот от всех поклон очень низкий. Просили передать все. Ну и путешествующие, Игорь Дубунов, мы говорим. А Иоанн с Андреем поехали в Потеряевку сегодня. Вот. За них путешествующие. Какой Иоанн? С роботами? С роботами. Ваня, Ваня с Андреевом. С него он. Где он? Где он? Слава Богу, Андрей, потеряевший. Слава Богу, да. Он давно уж там не был в Потеряевке. А чем поехали? Так, ну вот батюшка, путешествующий помните, да? Молитесь о нем. Брат Андрей, слава Богу, здесь. Слава Богу. Жить. Обещали, что будешь жить? Сказали. Не будем лечить, да? Спасибо, если кто-то молился. Вы писали быстро. Так что, жить буду. Чего ты похудел прямо? Схуднул. Береги себя. Да. Да. Услышали там серьезная такая болезнь, панкреатит. Ну, думаю, Господи, помоги. Не дай Бог. Панкреатит это очень серьезно. Слава Богу, что не подтвердился такой диагноз, да? Да. Какая мелочь. Да. Чего попало? Не кушай. Главное регулярно. Да, Грава вообще не кушай. Нет, ты кушай регулярно. Пять раз в день. По маленькой. По чуть-чуть. Так. Все просите. Простишь. На технике-то когда приедет? Да, во время. Может, собираются. Они, может, и пораньше приехали. Но там что-то с машиной не все же все. Витя почему-то уехал к сестре. Надо ему срочно было ремонтировать машину. Надо ремонтировать. Надо ремонтировать. А, ну, там еще вот что сказали, что у них там провалились. Провалились они. Где-то шли. И это... Бобры, оказывается, с другой теперь стороны прогрызли яму там такую огромную. Они сейчас все эти шкурят доски и все заделают. Торопятся вот, да. Торопятся, чтобы до выезда все сделать. А работы там много. Люба вчера жаловалась. Говорит, руки уже болят. Не могли. Все, кто мог. В общем, все организовывали. Бобры тоже. Хулигани. Работает. Война с бобрами, да? Нет, вам не победить бобры. Бобры. У них вообще не победить. Так, ну, мы лицезреем сегодня дорогую нашу сестру Анастасию. За которую молимся. За которую молимся. И не приставайте молиться. Потому что буквально через 5 дней. Даже теперь уже через 4 дня предстоит и третий курс химиотерапии. Тяжелый курс. Помогите, чтобы Господь устроил так, чтобы можно было купить, наверное, нам препарат другого производителя, который, может быть, с меньшими побочными эффектами будет. Пойду опять к ночмеду, к районку диспансера. Может быть, разрешат. А там сейчас такая установка, что используют только те препараты, которые разрешено покупать. Которые закупил уже онкериспансер. И другие препараты использовать не разрешается. Есть, да, такие препараты? Да, есть другие производители. Есть бебе, австрийский препарат. И есть препарат играйский. Тева. Пять второго урацилу телой. Пять второго урацилу белой. Это австрийский. Ну вот, попробуем. Так что молить, чтобы Господь расположил администрацию укриспансера, приобрести, и чтобы меньше эффекты были. Если разрешат. Вот. Было осложнение. После капельницы ввели ей струйно глюкозу и получили чуть ли не тромбофлебит, но воспаление вен серьезное было. Рука опухла, не двигалась. Была консультация с освоистой хирургой в кровообольнице, и вроде как все так благополучно. Работает. Работает. Слава Богу. Слава Богу. Маши. 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 Вот так. Кому не помянули, о ком забыли. Всех? Все присмотрели наши болящие, да? Вот, не помянули. Валентина Ильинична у меня там колики были в животе. 58 температур дала. Вторая Валентина у меня еще. Немножко ей плохо стало. Но это вообще вполне допустимо при ее состоянии. Думаю, все нормализуется. Благодарю, кто налил себя сестре моей надежде, которая была оперирована по поводу камней, мочеточники. Теперь нашелся и доктор, который живет в городе Томске на кафедре урологии госуниверситета. Звать его Виктор. Контакты нам надо навести до 15 октября, чтобы мы имели такую возможность, там, после осложнений, чтобы взяли ее на операцию восстановительную. Обращаюсь к вам. Не забудьте о моей сестре Надежде. Она медицинский работник. Ну, пострадала. Сегодняшние проповеди. Благодарю за них. Как примириться с теми, к кому нужно будет снова возвращаться? Они не враги. Но случилось несчастье. Я благодарю за эти проповеди, за эти места описания, которые дает Господь через проповеди эти. Чтобы человек расположился. Чтобы сам больной расположился. Чтобы не было никаких неприятностей с ее стороны. Господь все устроит в свое время. Будем счастливы и радоваться. Благодарю. Это ваша родная сестра, да? Она двоюродная. А она верующая? Как занимается? Она верующая. Мама верующая. Звать ее Надежда. Надежда верующая, да? Да. Спасибо, Христос. Смотрите. Господь все устроит. Врач Виктор. Так, еще у кого? О болящих есть сведения? Мама верующая. Мама верующая. Ну и мама у нее верующая. Она верующая. Ну о чем? Из верующей семьи. Что вы? Тусуете. Непонятно что. Перестаньте. Молитесь и все. Да все. Ну сказала же верующая. За выздоровление. Нельзя спросить. Ничего не надо. Так, еще? У кого есть сведения какие? Просьба? Благодарение? Что бы вас попросили? Что бы попросили? При желании. Проси тогда у Бога преодесу. Любые. Кто? Давай брать. Только Ланя на сегодняшний Ивангерский чтение. Детей можно позвать. Аминь. Детей позвать. Детей позвать. Аминь. Детей позвать. Я их не могу загнать. Не прогости меня меня... Я turbinesдусь speak. Тяжелая осилия. Перестань п professional. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Евангелие от Марка 8, глава 34-38 стихи. И подозвав народ с учениками своими, сказал им, «Кто хочет идти за Мною, отвернись в себя и возьми крест свой, и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, тот забережет ее. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а души своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо кто постыдится Меня и Моих слов, вроде всем пролюбодейным и грешным, того постыдится и Сын Человеческий, когда приидет славя Отца Своего со святыми ангелами». Толкование. Направляет ли речь главным образом против Петра? «Ты не одобряешь того, что Я беру крест, а Я говорю тебе, что не ты, никто другой не спасетесь, если не умрете за добродетель истины. Призываю не на зло, а на добро. А потому, кто не хочет, тот и не достоин всего». Что значит отвергнуться себя? Это мы поймем, когда узнаем, что значит отвергнуться другого кого-либо. «Кто отвергается другого кого-либо, отца ли, брата ли, или кого-либо из домашних, тот хотя бы смотрел, как его бьют или убивают, не обращает внимания и не соболезнует, сделавшись чуждым ему. Так и нам повелевает Господь, чтобы и мы ради Его презирали свое тело и не щадили Его, хотя бы били или порицали нас». Далее. «Да возьмет крест свой», сказано, «То есть поносную смерть, ибо крест почитался тогда орудием поносной казни. А как многих распинали и разбойников, то присовокупляет, что с распятием должны иметь и другие добродетели, ибо это означает слова «следуй за мной», так как повеление предавать себя на смерть показалось бы тяжким и жестоким, то Господь говорит, что оно, напротив, весьма человеколюбиво. «Ибо кто погубит душу свою, но ради меня, а не как разбойник, казнимый или самоубийца, в тем случае смерть будет не ради меня, тот, говорит, обретет душу свою, между тем, как думающий приобресть душу погубит ее, если во время мучения не устоит. Не говори мне, что этот последний сбережет себе жизнь, ибо если бы он даже приобрел целый мир, все бесполезно. Спасение нельзя купить никаким богатством, иначе приобретший весь мир, но погубивший душу свою, отдал бы все тогда, когда будет гореть в пламени, и таким образом искупился бы. Но такой выкуп там невозможен. Здесь заграждаются уста и тех, которые вслед за оригеном говорят, что состояние душ переменится на лучшее, после того, как они накажутся соразмерно грехам своими. Да слышат они, что там никак нельзя дать выкупа за душу, и мучиться только в той мере, сколько нужно, будто бы, да, для удовлетворения за грехи. Недовольно одной внутренней веры требуется и исповедание уст, ибо как человек двойственен, то двоякое должно быть и освящение. То есть, освящение души посредством веры и освящение тела посредством исповедания. Итак, кто постыдится исповедать распятого Богом своим, того и он постыдится, признает недостойным рабом своим, когда придет уже не в смиренном виде, не в уничижении, в котором являлся здесь прежде, из-за которого некоторые стыдятся его, но в славе и с воинством ангельским. Преображение есть не что иное, как предзнаменование второго пришествия. Так просияет в то время он сам, так просияют и праведники. И небольшой комментарий Игнатий Тихоновича Лапкина. Искаженное понятие о смысле слова исповедания томило две тысячи лет христианский мир. Не удаление от людей, как учили монахи, а нахождение среди народа давало возможность осознать себя послушным чадом Христа и дать такое же представление и слушателям. Только тогда можно надеяться на спасение, если будешь исповедовать Христа словом благовествовать. Римлянам 10.10 Потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Ибо как человек двойственен, то двоякое должно быть и освящение. То есть освящение души посредством веры и освящение тела посредством исповедания. Иван Гриатмарка 9 глава 1-2 стихи. И сказал им, истинно говорю вам, есть некоторые и стоящие здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе. И по прошествии шести дней взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна и возвел на гору высокую особо их одних и преобразился пред ними. Одежды его сделались блистающими, весьма белыми, как снег, как на земле белильщик не может выбелить. Толкование. Евангелист Лука говорит, что это было спустя восемь дней. Впрочем, он не противоречит Марку, но совершенно согласен с ним. Речь его обнимает и тот день, в который Господь возвестил о предстоявшем преображении своем, и тот, который он возвел учеников на гору. Тогда как Марк говорит об одних промежуточных днях. Самое преображение, разумея, не как существенное изменение вида Христова, но как озарение его неизреченным светом, причем естественный вид его оставался тот же, как и прежде. Евангелие от Марка, 9 глава, 4-8 стихи. Спаси Христос. У кого есть слово еще? Папа лежит в больнице, ему началась вторая химия. Второй курс? Второй, да. У кого есть расположение, лежит все там же. Что-то там тараканов столько стало в этой больнице. Первый раз лежали, вообще не было. Холодно, они все вернулись. Александр же? Александр же. Александр же. Еще? У меня благодарность всем за молитвы, за помощь. Спаси Господи, все держимся. Да помогите Господи, помоги. Для нас пример, сестра Анастасия, она стойко переносит многие скорби, болячки. И так дальше, чтобы без ропота, уныния, отчаяния, перенести все испытания, которые выпали на ее долю. Еще у кого есть слово? У меня есть слово. Да, да. Мы говорим много о болезнях, помолитесь, тот болеет, тот болеет. Вы немножко занимаетесь профилактикой заболеваний. Иногда сходите просто на обследование к врачу, пусть вас просканирует, все ли нормально. Ну, хоть раз в два года, в три хотя бы, в пятилетку. А то получается потом оп, и страшная болезнь. Ну, правильно, сестра сказала, что это только кажущаяся внезапность заболевания. Оп, инсульт, оп, инфаркт. А все это накапывается, накапывается. Есть такой закон диалетический, философский, который называется переход количества в качество. То есть, количественные изменения происходят в организме, накапливаются, накапливаются, но раз, и новые качества. Как постепенно закипает вода. Пузырьки маленькие-маленькие, появляется один, один, два, много, и закипела, забурлила вода. Так и здесь, в организме тоже происходит аналогично. То есть, нужно, чтобы предотвратить развитие таких острых состояний, нужно вести здоровый образ жизни. ЗОЖ. Здоровый образ жизни, прежде всего, это молитва. Это пост. Остальное все будет так, как Господь даст каждому. По делам нашим. Образ мыслия. И, естественно, образ мысли отсюда. Будто, конечно, мы в молитвенном состоянии будем приводить наши мысли в порядок. И, значит, болезни тоже будут нас обходить стороной. Занятия пройдешь? Значит, занятия будут сегодня. Сергей Павлович проведет. Сейчас будет песнопение, трапеза братская, агапа. И еще одна агапа. Духовная. Хотя Сергей Павлович пойдет занятия. Поводите не остановиться. Да, вот Михаил вчера, он мне звонил, сказал, что два дня он чистил печь. Года три, что ли, четыре, он сказал, что не чистили. И тут очень много было. Да, и вот. Я говорю, вообще-то я топил, вроде как, гуделы. Печь работала. Ну, вот он. Я говорю, ты придешь вечером? Нет, я буду отмываться, отстирываться. Вот весь грязный. До утра не отстирывался. На сегодня, вот не знаю, что с ним случилось. Теперь надо побелить, успеть эту кочеварку. Пять лет не белим. Ну, значит, надо тогда вот собраться. Решите этот вопрос. Ну, ладно, неважно. Значит, надо как-то найти его сегодня, спросить, что с ним, что случилось. Так, еще что? У кого есть слово, кто вспомнил вдруг? Умолимся-то, да, да. Вот по поводу диспансеризации, обследований. Настя тоже ходила, обследовалась. Какие обследования делала? Ты в платной клинике ходила. Ведь она осенью ходила, и все обследования делала. И сказать, ну, поверхностный гастрит. Мой отец зимой пенсионеров послали всех на диспансеризацию. Придите. Он прошел в феврале, по-моему, месяце диспансеризацию. Были снимки. Было видно онкологию, но ее даже никто не посмотрел. И когда мы запросили копии, врач запросил, а где последние снимки мы нашли, и там все было видно. Вот прошел полную диспансеризацию. А в июле месяце у него выявляют онкологию, уже почти последней степени. Вот тоже. Уровень наших врачей. Уровень того, что даже не посмотрели. Они отчитали, что столько-то людей просканировали, посмотрели. Район подался сведения. Молодцы. Получили премию. Всем сделали рентген, всем сделали анализ крови. В том числе пенсионеров, даже не работающих привлекли. Деньги были потрачены на это, чтобы охватить население. А в июле месяце мы выясняем вот это. Но врача они приходили, там извинялись, там вот мы врача его, но они его не сняли. Он теперь УЗИСТ. Пенсионер, он теперь УЗИСТ. Из рентгенолога перешел в УЗИ. Ну, я вам скажу, это врачи те же люди, которые могут относиться к своей работе плохо или хорошо. Так что, ну, все по воле Божией. Молитесь, прежде чем идти на диспансеризацию или куда-то еще, молитесь, чтобы Господь расположил и умудрил. Иногда в руках врача бывает успех. Иногда. Так что, что тут сделаешь? Так говорит Господь. Молимся. Достойно есть, я хово истину, вложите Тебя, Богородицу, пресоблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую хирургин, и славнейшую без сравнения с Мерафим, без исцеления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Господи, защити Родину нашу от нашествия и наплеменников, от нутаньях распри, от беззакония, которые втайне. Останови делающих зло. Просвети правителей страны нашей, чтобы принимали мудрые законы, и всех начальствующих также просвети и защити. Людей, не познавших Тебя, обрати к истине, чтобы божественная любовь Твоя коснулась каждого сердца. Священники, которые не служат Тебе, как должно, пусть покавятся в небрежении Своем и проповедуют смело и на славном об Иисусе Христе Господе, праведны суды Твои над Россией за то, что оставили Тебя и Слово Твое изреченное Святой Библии. Прости нас, Господи, Владыка жизни, что сокрыли имя Твое Бога и Его. Дух Святой да наставит нас не признавать никаких иных богов вопия, Алва, Отче, Господи, научи нас семикратно в день прославлять Тебя за суды правды Твоей. Тебе хвала, слава, чести, поклонения Пресвятая Троица, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Если уж заговорили о врачах, я обращаюсь к вам постоянно. Не забывайте о мне молиться постоянно, чтобы я не допускал ошибок в своей работе. Есть такие, как вы, есть.